Зал Дома молодежи стал центром притяжения для всех ценителей красивых боев и захватывающих профессиональных поединков ММА на октагоне. Здесь прошел масштабный турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Горький батл». Одна из целей мероприятия – поддержать участников СВО. Открыли турнир боец из Сарова Хабибулла Губайдулин и спортсмен из Чебоксар Роман Крапива. Мужчинам предстояло бороться три раунда по три минуты. Саровчанин сразу взял инициативу в свои руки и за 30 секунд болевым приемом одолел противника. Победу Хабибулла посвятил Виталию Карловичу Михайлову. Он непосредственно тренер борьбы и вложил борцовские навыки моим тренерам, которые меня обучили. Благодаря его навыкам я смог победить в этом поединке. Соперник Хабибуллы Роман Крапива признается, что проиграть Саровчанину было совсем не обидно. На турнир Роман приехал в первую очередь за эмоциями. Планировалось провести всю дистанцию, двигаться больше на ногах, но, как видите, немного не получилось. Поэтому ни о чем не жалею, в принципе. Несмотря на поражение, Роман Крапива вызвал на октагон еще одного соперника – призера по бразильскому джиу-джитсу 2023 года Евгения Онтина. Чебоксарец решил, что ехать издалека и провести на ринге всего 30 секунд для него мало. Но и схватка с очередным соперником не принесла Роману победы. Финалом турнира стал зрелищный бой кандидатов в мастера спорта по ММА, обладателя синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Матвея Груздева и кандидатов в мастера спорта по рукопашному бою Саровчанина Семена Улимова. Соперник будет серьезный. Мы всегда готовимся на все 100%, независимо от оппозиции, потому что, я считаю, нужно показывать себя всегда на 100%. Заготовили пару приемов для соперника, изучили немножко его стиль. Попробуем, будем действовать по классической тактике, выматывать и, возможно, финишировать попробуем. В схватке никто не хотел уступать противнику. Все три раунда спортсмены держали удар, но в дополнительном раунде победу одержал Матвей Груздев. Это первый турнир по смешанному боевому единоборству ММА в Сарове. Его цель – популяризация смешанных боевых искусств в Нижегородской области и пропаганда здорового образа жизни. Всего в турнире приняло участие 12 спортсменов, 4 из них из Сарова. Каждому участнику подбирался противник в его весовой категории. Руководитель Федерации смешанных единоборств России по Нижегородской области и основатель промоушена «Горький батл» Максим Казаков отмечает, что турнир удался на все 100. Каждый спортсмен после боя получил подарки от спонсоров. Не остались без призов и зрителей. На мероприятии организаторы разыграли подарки от спонсоров, а также вручили приз за лучший бой.